всем доброго времени сегодня можно так выразиться по просьбе телезрителей снимаю обзор пистолетного патрона 9 на 21 или 9 миллиметров ими ими израиль милитари индустрии расшифровывается давно он у меня в коллекции на что-то я забыл за него как-то и вот кто-то из зрителей в комментарии спросил напомнил за одну вот как бы соответственно снимаю значит патрон это лежал парабелла москве вот сейчас 9 на 20 день парабелла москве для сравнения не заположил а вот собственно 9 на 21 видите да то есть он буквально на пару миллиметров длиннее пули те же самые возник именно этот патрон как следствие законов европейских в части европейских стран использования на гражданском рынке и обращения патронов состоящих на вооружении запрещено и поэтому сначала итальянцы фирма фиотчи а нет фирма армия гер какая-то не знаю что это такое ну оружие и охота видимо подразумевается 84 году собственно в италии тоже этот закон работает начали его разработку для чего для того чтобы использовать пистолеты под 9 миллиметров парабеллум с минимальными так сказать изменениями а точнее фактически без таковых то есть гильза удлинена достаточно просто проточить на 2 миллиметра вперед патронник чтобы опорная поверхность работала и общий габарит сохранить они сделали вот габарит был сохранен то есть магазин и все то же самое общая длина патрона гильза удлинена с одной стороны такой обход закона своеобразно вот достаточно какой-то но итальянцы разрабатывали разрабатывали а израильтяне взяли и сделали где-то буквально там в середине восьмидесятых но по крайней мере то что я нашел чуть ли там они не одновременно и но по крайней мере именно в коммерческую продажу его выпустила израильская фирма израиль military industry вот какое-то время он эксплуатировался набирал популярность соответствующих странах тем более большое количество оружия делалось на экспорт на американский рынок в данном калибре ну и как мы помним там в восьмидесятых годах его приняли на вооружение сша в том числе а в нато он состоял на вооружении достаточно давно поэтому моделей пистолетов под него сумасшедшее количество и достаточно хороших и этот патрон сделал возможным грубо говоря ими торговать и на гражданских рынках после того как 2008 году данный запрет был снят данный патрон и естественно пошло его на спад его популярность но он как бы особо так прям крепко популярен и не был вот но в данный момент он используется весьма слабо хотя и производится энергетические характеристики все все у него очень близко к 9 парабелл то есть понятное дело что механика должна автоматика работать как бы поэтому соответствующие вещи налагаются для сравнения еще положу пм-овский патрон наверно с этой стороны чтобы как-то понагляднее было пм-овский как мы помним 9 на 18 при этом существовали варианты сам типоразмер 9 на 21 он возник раньше считается что там еще в 1907 году выпускала фирма немецкая в шпандау какую-то опытного небольшую партию но он почему-то не пошел фирма двм выпускала его но она его выпускала в качестве варианта вот этого патрона точнее она его не выпускала также экспериментальная партия была выпускали типа размер когда маузер подбирал себе 9 миллиметровый патрон в том числе были варианты гильзы там 23 21 миллиметр как мы помним маузер экспорт 9 миллиметров есть у нас видео можете найти на канале но по итогу вышел с 25 миллиметровой длиной гильзы что в принципе логично и позволяла быстрее оружие под него внедрить и общего габарита и далее с 763 маузер ну и основание у них тоже одинаково но это более ранние образцы которые так сказать мы не рассмотрим у меня в коллекции именно гильза 9 на 21 вот чешского производства серии бела клеймо ну и как бы указания типа размера 9 на 21 да вот нас мин за и поведение так что вот такой в коллекции он у меня довольно таки давно лет 15 уже и не помню как он ко мне попал по этому поводу ничего не могу сказать но так вот осталось такая память а вот юридических аспектов европейских насколько известно были варианты там подснарядить его помощнее то есть объеме гильзы как бы подснаряжали сами люди скажем так на предельную мощность для 9 парабелла но тем не менее за рамки особо не выходя до того чтобы не привести к неприятным последствиям в оружии на на этом про него все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности